Всем привет! С вами Кекс и сегодня я буду делать бельгийские вафли, за которые вы меня очень много спрашивали вконтакте, там где я выставила картинку, что делала их. Поэтому пришлось сделать еще разочек для вас, чтобы показать. Все, что вам для этого нужно, это собственно электровафельница. Ну или у кого-то есть такая на газу, еще старая советского образца. Вот, если у кого-то есть такая вафельница, то, пожалуйста, вы можете использовать ее для венских, для бельгийских вафель, пожалуйста. Но мне больше нравятся бельгийские, чем венские, они вкуснее намного. Я уже попробовала, поэтому могу вам советовать. Что нам для начала нужно? У меня масло из холодильника, поэтому мне масло нужно немножко растопить. Я его буду подтапливать в микроволновке. Вот, вы можете достать масло заранее и просто оставить при комнатной температуре, чтобы оно было размягченное у вас и хорошо соединялось, то бишь было мягким. Вот, но здесь не принципиально, как бы, если вы его даже подтопите в кастрюльке на газу, то есть просто вам нужно мягкое масло. Здесь вот видно, нам надо 100 грамм ровно на порцию. Вот, рецепт этот очень простой и мега вкусный. Еще нам нужно разделить два яйца на белок и желток. Желток мы будем, как бы, использовать для более плотной массы, а белком будем облегчать нашу массу, делая ее более рыхлой и воздушной. Так что белок пока мы все отставляем, можно поставить его в холодильник, тем временем занимаемся основной массой. Сейчас сюда нам нужно добавить 100 грамм сахара. Вы видите, рецепт запоминается хорошо тем, что 100 грамм масла, 100 грамм сахара. Я, в общем, рецепт еще внизу в описании, вам обязательно напишу. Вот, но и здесь чуть-чуть повторюсь. Еще буду сюда добавлять пол пакетика ванильного сахара. Можно добавить ванильную эссенцию, пожалуйста, как вам нравится, что вы любите и что у вас дома есть. Вот. И теперь перемешиваю сахар с яйцами, то бишь с желтком. Нам не надо добиваться никакого осветления, нам ничего не надо. Просто мы мочим наш сахар, чтобы он начинал потихоньку у нас расходиться, растворяться, пока суть до вафель. Делаю это все буквально 10 минут и тесто готово, даже меньше, и вы начинаете делать вафли. Аромат такой по дому вообще сумасшедший. Вы видите, растворилось мое масло, которое сразу же добавляю к своим яйцам, к своим желткам, с сахарам. Вот. И теперь нам нужно просто эту массу смешать. Здесь ничего такого технологически сложного абсолютно нет. Все просто. Все как всегда просто. Вы видите, масло красивое, пахнет безумно вкусно уже сейчас. Просто из-за масла, ванильки уже сумасшедше вкусно сейчас пахнет. Теперь нам нужно добавить 230 мл молока. Молоко у меня было из холодильника, я его не грела, поэтому моя масса немножечко расслоится из-за перепада температур. Как бы масло теплое, молоко холодное. Вот. Хотите, можете молоко подогреть, но это абсолютно не принципиально и не важно, потому что после того, как мы добавим муку, наше масло разотрется, как бы, в общую массу и крупинок никаких не будет масляных. Вот я хотела вам показать. Вы видите, оно, то есть, ну, расслоилось, как бы, совсем. То есть, от холодного молока масло взялось, как бы, ну, взялось комочками. Смотрите. Еще можно добавить пакетик разрыхлителя или чайную ложку разрыхлителя, как кому удобно. Это 5-граммовый пакетик. Вот. Но я буду смешивать разрыхлитель и соду. То есть, я взяла пол пакетика разрыхлителя и буду добавлять пол чайной ложки соды, которую обязательно нужно погасить уксусом, потому что здесь у нас в тесте нет никаких кислых ингредиентов, которые могли бы погасить соду. Так, вот пол чайной ложечки еще соды и буквально одну капельку уксуса, чтобы погасить эту соду. Так, все, сода прореагировала, можно добавлять ее в тесто. Перемешиваем. И, в принципе, можно уже добавлять муку. Собственно, все просто. Сейчас, так, мука есть. Очень просто работать с весами. Если у вас есть весы, все классно. Муки нам здесь понадобится буквально 180 грамм. Вот. Это, ну, грубо говоря, полтора стакана, чуть меньше. Потому что в одном стакане 130 грамм. Вот. Особенно, если у вас вот такой отграненый, как у меня. У меня 200-граммовый граненый стакан. Вот. Нет же, воспользуйтесь весами, если у вас есть и вам так удобно. Муку добавляю за один заход. Ничего не придумываю новое. Ничего не усложняю. Просто добавляю 180 грамм муки. Вот и все. И перемешиваем. Сейчас вы увидите, как быстро тесто становится однородным. И очень приятно с ним работать. Вот оно становится таким уже гладким. Масло растирается. Никаких крупинок не остается. И пока мы будем как раз взбивать белки, это тесто постоит у нас еще пару минут. Ну, буквально там минутки, там две, пока мы взобьем эти два белочка, что у нас остались. И у нас разойдется весь сахар. Никаких крупинок не будет. Вот. Так что давайте приступим. Сейчас вот тесто уже такое нежное, гладкое. Вы видите, оно такое, как на блинчике. И сейчас я взобью белок со щепоткой соли. И этот белок, к сожалению, я, по-моему, здесь не сняла. И этот белок я добавляю, ввожу в массу. Просто перемешиваю венчиком. И тем самым масса станет более воздушной, более нежной. Вот. И начинаем уже дальше с ней работать. Тем временем, пока я взбивала белок, у меня разогревалась уже электровафельница. Первый раз я ее всегда смазываю слегка растительным маслом, буквально капельку. Чтобы не получился первый блин комом. Вот. На всякий случай, даже когда блины делаю, всегда один раз смазываю сковородку. Если вижу, что на второй раз чуть-чуть пристает, то продолжаю потом смазывать по чуть-чуть кисточкой. И по две полных ложки, таких с горкой, я бы сказала, на стандартные вафли, насыпаю своего теста и закрываю. Выпекаются вафли где-то около пяти минут. Четыре минуты точно. А дальше уже зависит от вашей вафельницы. Вы посмотрите, как они поджариваются, как они пахнут. Вот. Вам надо до красивого такого золотистого цвета их доделать. Мне сейчас чуть-чуть неудобно, потому что одной рукой камеру держу. Вот. Но отходят они, в принципе, очень хорошо. То есть, если чуть-чуть поддеть ножом, пальчиками вытянете, она отходит отлично. И вот такие вот у нас бельгийские очень вкусные вафли с джемом. Вообще сумасшедшие, с шоколадом, с карамелью. Просто очень вкусно. Съедаются мгновенно. Вышла их куча, но сфотографировать удалось только пять штук. С вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.